Книга «Открытым оком», пятый том, тема экономизации, вопрос 1489. В русском вестнике за номером 35-36 за 2002 год на первой странице фотография старца и статья памяти старца Николая Гурьянова. В годы жизни 24 мая 1909 по 24 августа 2002-го и там написано соболезнование патриарха Алексия II, который назвал отца Николая «столпом русского старчества». Кавычки открыты. Уход такого человека – невосполнимая потеря и для всех его духовных чад. «По-человечески жаль, что в нынешней жизни более не будет возможности обратиться к отцу Николаю за советом, за духовной поддержкой». Кавычки закрыты. «Значит, в московской патриархии есть настоящие духовностные вожди? Печатали ли где еще что про него?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В этой же газете на страницах 8-9 статья о нем «Небесный ангел. Пламенный молитвенник земли русской за весь мир». Кавычки закрыты. «Выпустили красочный журнал в 32 странице большого формата со цветными фотографиями. Общее содержание святой и уже канонизирован. Только нужно все это оформить». «Когда прочитаешь написано, то еще раз убеждаешься, что нет веры в Бога у так называемых православных, начиная с прислуги старца и кончая патриархом. А боготворение человека есть богопротивнейшее, что было в истории человечества». Премудрость Соломона 14-16-22 «Потом утвердившийся временем этот нечестивый обычай соблюдаем был, как закон, и по повелениям властителей изваяние почитаемое было, как божество. «Потом недовольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют миром». Кавычки закрыты. «Вот только несколько выдержек из этой брошюры и из газеты. Кавычки открыты. «Там на острове живет человек гигантской силы духа, и он особенно дорог Господу, потому что он из последних времен. В нем все вы можете видеть драгоценные проявления нашей веры и высочайшей любви к Христовой, что сейчас так мало, так редко. Господь уже признает высшую святость этого старца, и нет пока на пути к Господу ему равного, и нет на этой грешной земле человека, который бы не нуждался в его святом благословении при жизни». Кавычки закрыты. «Из откровения бывшего священноиноку от иконы Царицы Небесной. Остров святой любви залит блаженного старца. Остров святой любви залит блаженного старца, возводящий в небесный Иерусалим». Кавычки открыты. Многим он целовал на тельный крестик. «Батюшка в последнее время часами пребывал в восхищенном состоянии, будучи уже не здесь, а на земле, не здесь на земле, а в благоуханном раю. Мы узрели взор небесного ангела-непожителя. Взор великого старца просвечивал сквозь толпу земного бытия. Обнимал весь мир, всю вселенную. Это был молитвенный взор души уже во небесных, из небесных селений. Ангельски чистой, херувинской души. Было около 17.30 вечера. Кавычки открыты. Как позже нам рассказал служивший в храме в это время иеромонах Феофил, насельник Псково-Печорского монастыря, во время чтения Евангелия на всеночной, на престольного храмового Евангелия дважды отпадала дробница, центральная икона воскресения Христова, помещаемая посреди изображения четырех евангелистов на окладе. В сердце звучали слова незабедного батюшка «Целуйте вере православной стопы, укрепляйте веру». Вся православная церковь и весь мир обрели еще одного молитвенника в небесном царстве и святых и праведников. Промыслительно вселил Господь душу старцев в собор святых своих, именно под покров Божией Матери. Все творение Божие благоговейно прощалось с духоносным праведником. Сравнение в полном сходстве с Иоанном Златоустом, с Александром Невским, с Божией Матерью при его и их погребении. Часто и наиболее сильно благоухала его честная глава, покрытая воздухом. Во время хирургском Господь прославил дивным образом своего избранника, трижды с правой руки старца Божия, снизу вверх и стекло благодатное миро. Когда на руках духовенства и духовных чад, гроб батюшки переносили из теле во святый храм, плотный и неземной туман окутывал всех идущих вслед Христу и гробу. От честного тела праведников зримо восходили потоки благодати. Само отпевание и прощание с батюшкой было уже его прославлением. Церковь земная торжественно прощалась со вселенским пастырем, провожая его в Церковь Небесную. Было более трехсот отцов из духовенства, и божественные литургии возглавляли два архиерея Божия, правящие архиепископ Коский Евсевий и духовное чадо старца Николая, преосвященнейший епископ Никон, временно находящийся на покое бывший Катеринбургский и Верхотургский. Старец Никон почитал за святого Григория Распутина Нового. Он проповедал истину, отвергая все виды подмен. Наш долг православно осмыслить то, что заповедал великий духоносный отец человеку, находящемуся перед лицом апостасии, когда живое слово почти неслышно умолкают источники. На третий день по погребении старца икона замироточила на месте, где изображена чаша со святыми дарами слева. В кавычке открыто. Он родился в этой земной жизни для меня, я отблагодарю оттуда, когда буду у престола Всевышнего служить. В кавычке закрыто. Старца спрашивали, отче Господь помилует Россию, он промолвил в кавычках, уже помиловал в кавычке закрыто. Его святое благословение явилось определяющим духовным светочем для тысяч душ. Непременно проверял все, что в теле носят нательные крестники. Включалось, что впервые приехавшему к нему человеку он вдруг говорил, а мы с вами давно знакомы. Я вас с детства вот таким еще знаю. Святая простота незабвенного старца всегда порождала в сердце чувство благоговельного страха и трепета. Это то, что испытывает каждый, соприкасаясь с человеком, достигшим обожения. Будучи духовником всей русской православной церкви, столпом старчества, он кланялся до земли молодым семинаристам и отцам, просил их преподать ему. Иерейское благословение настаивал дать ему облобызгать их руку. Так и я радуюсь, что бьют и пачкают. Ведь как пачкают даже монахи. Монахи, марахи, чернители, они напрямую слушают сатану. Кавычки открыты. Подвязающийся при старце не имеет права ни одного шага сделать без его благословения. Это основа. Старец сказал, значит Бог сказал, не надо бы на рассуждать над тем, что сказал отец. Надо исполнить, исполнять, быть пастушником. Уста старца это уста Христа. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Источник рая твой старец. Ублажил старца своего, ублажил Бога. Кавычки закрыты. Кавычки открыты. Хорошая библия на митрочки. Настоящая библейская митра. Кавычки закрыты. Голос старца мелодичный и кроткий. Дошел до нас от прикровенного горнего мира. Изливая вдольный мир, вечные божественные истины. Будь рядом со святым отцом. Лови каждое его слово. Дай своей душе успокоение. Труднись. Какой могла быть мать такого подвижника? Конечно, ангел. Читала старцу Феофана Затворника. Прошло уже несколько часов. Он время от времени склонял голову ниже колен, но лечь на кровать не желал. Постоянно открывалась от страниц книги, ибо охватывал страх, что старец может соскользнуться стула. Старец покрыл схемой си епископа метущуюся мою душу. Я узрела его всего в огне и светолепным. Потом он говорил, я уже не земной и небесный, хотя голова у меня совсем домашняя. Монахиня Николая келенится батюшке. Кавычки закрыты. Вывод. Предвосхищение суда Божия, желание проникнуть в недоступное. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который светит скрыто во мраке и обнаружит сердечное намерение. И тогда каждому будет похвала от Бога. Кавычки закрытым. Остальное от дерзости ума и от безверия в Бога. Подобные книги нужно предавать огню еще до вечного огня. На похоронах присутствует всемирно оскоромившийся епископ Никон. Авторы же упоминают его как освещающего действия. И не слово о предательстве патриархии, а сергиевской декларации об участии Московской патриархии в бестовских родениях в экуменифическом движении, не намека на возврат к апостольскому служению. И раздувая такое кадило, облаготворяя человека, совершенно не хотя вспоминать житие святого Ефимия 20 января, он присутствовал при отпевании верующего старца в Египте, о котором были самые худшие отзывы у людей. Но он видел, как дьявол душу его вынимал трезубцем. Этого старца считали святым. А этим именно и воспользуется антихрист. Не по слову Божию и под тщеславию на громозделье кученицу разум. Человек в старости теряет разум, забывается о их прислуга на таких, в кавычках, окурках, наживает состоянием. Вот подобная жизнь буклета «Православная жизнь» за номером 12-22 года, страница 12. О духовной значимости творчества Игоря Талькова, кавычки открытым. И в наше время можно стать святым. Его появление на нашей эстраде подобно появлению из-за Иорданской пустыни святого Иоанна Крестителя, пророка Господня, с именем которого связаны определенные события в жизни Игоря, в том числе и его трагическая гибель 23 сентября, по старому стилю, 6 октября 1991 года. Церковь празднула значащий честного святечи Господня Иоанна. Иоанн Креститель пришел уготовать путь Господень израильскому народу. Славный сын своей страны мученик Игорь Тальков уготовал путь Христу в сердцах россиян. Игоря как историка, философ, музыканта, патриота России, так и как истинного христианина. Бог вдохновил выйти с гитарой инако, живущего для стяжания духа и истины. Он прошел путь исповедничества до конца, взяв крест свой, обличение врагов России и проповедь Евангелия Христова, не оглядывался назад. Игорь не оставил креста своего до конца и исполнил возложенное на него Господом послушание. Мы верим, что Господь, укрепивший его на подвиг, принял его в числе святых мучеников своих. Об этом свидетельствует все усиливающееся почитание Игоря. Христос помазал его своим духом на пророческий путь служения и венчал мученическим венцом. А молитвы при своей Богородице Игорь родился в день празднования Казанского и ее образа 22 октября, 4 ноября по старому стилю, была ему всемощным покровом на крестном пути. После смерти сына его мама Ольга Юлиевна Талькова видела во сне Игоря в рядах воинства небесного в белых одеждах и золотом княжеском шлеме. Подобно благоверным князьям русским Александру Невскому, Дмитрию Донскому и своему небесному покровителю Игорю Черниговскому, пострадавшему, как и Тальков, от рук своих же отечественников, убиенный раб Божий Игорь вдохновляет русский народ на защиту Святой Руси и веры православной. Жизнь и смерть Игоря отданы за вечные духовные ценности. Незадолго до кончины Игорь Тальков стал посещать храм Русско-зарубежной церкви, где исповедался и причащался. Отпевал его священник РПЦЗ, думается, не случайным было обращение Игоря Талькова к русской зарубежной церкви, которая была духовна и идейно близкаема. Можно смело сказать, что своим творчеством он проповедовал людям идеалы Святой Зарубежной Руси. Началось мифотворчество, боготворчество и поиск различных чудес. А как раз это и говорит о невозможности души, что сердце не отдано Христу.